Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. В Твиттере и в Телеграме раздули панику. Во-первых, Кит отправил 4,5 тысячи биткоинов на Бинанс час назад. В крайний раз, когда он это делал, было 30 января этого года. Тогда он отправил 5 тысяч биткоинов, после чего цена, как ты видишь на графике, упала. Но больше всего твиттосфера испугалась вот этого. Участник ICO Эфириума, который купил свои эфиры 8 лет назад и держал их с 2015 года, отправил все свои эфиры на биржу Кракен. Будет ли он их продавать? И если да, то какое влияние это окажет на рынок? Я могу сказать с достаточной уверенностью, что произойдет в этом видео. Также мы поговорим о Ripple XRP, биткоине и, конечно же, о том, какое громкое и нашумевшее заявление сделал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Ну а в конце этого видео я раскрою тебе совсем небольшой секрет, который сделает тебя более успешным в криптоинвестировании. Это будет очень и очень полезно. Поэтому не забудь поставить лайк, это очень помогает, правда. И это очень мне нужно. Поставил? Ну не поставил же, ну я же вижу. Во, вот так намного лучше. Итак, многие люди на этом рынке, боковики, сильно испугались, что этот ICO-шник сейчас сольет более 61 тысячи эфиров. Во-первых, есть и другое альтернативное объяснение движением этих монет. Это не обязательно будет продажа, возможно, это стейкинг. Может, он просто хочет стейкать на Кракене, вместо того, чтобы делать это на самохранении. Что, на мой взгляд, немного странно. Зачем это делать, выбирать для стейкинга биржу? Лишние риски. Во-вторых, даже в случае продажи я могу сказать, что бояться нечего. И это не наивный оптимизм. Просто посмотри на цифры. 61 тысяча монет или же около 120 миллионов долларов. Это может опустить цены на 3-4%, учитывая стадность других участников рынка. Я имею в виду, что многие люди почему-то уже сейчас начали продавать свои эфиры, услышав об этой новости. И мы уже видели подобное после взломов каких-то DeFi протоколов или банкротства каких-то компаний, после чего кто-то продавал эфириумы на биржах. Если целью этого человека, который 8 лет держал эфиры и тут внезапно решил их продать, является обрушение и крах рынка, то этой суммы явно недостаточно. Этот рынок уже не такой, как в 2018 году и тем более в 2015. 100 миллионов долларов очень мало для большого движения. Так что я думаю, что есть вероятность, что этот человек разделит продажи на 7 частей и всю неделю будет продавать эфиры по 10 тысяч монет в день. В целом это не повод для беспокойства. Я знаю, что многие люди ретвитят это, постят, но на самом деле это вполне нормальное явление в повседневной работе рынка. Сотни людей каждый месяц занимаются этим, продают и покупают эфиры в таких количествах. И 100 миллионов долларов это немного. Многие старые холдеры держат гораздо-гораздо больше. Посмотри, например, вот на этот график. Это долгосрочные холдеры биткоина и они держат 14,5 миллионов биткоинов. И, кстати говоря, количество монет биткоина, которые держат долгосрочные холдеры, только что достигло исторического пика. Зрелые инвесторы предпочитают накапливать биткоины, а не продавать. И это должно о чем-то нам говорить. Они накапливают в то время, как майнеры продают. Да, на крайнем взлете цены биткоина до 31 тысячи долларов сила продавцов майнеров, как ты видишь вот на этом графике, резко возросла. То есть в этом месяце майнеры активно продают. Также мы видим, что переводы майнеров на бирже в июле сильно выросли. Посмотри, какой скачок. Такого скачка мы не видели, наверное, с 2018 года. Это один из факторов, почему цена биткоина застряла в этом коридоре. Однако долгосрочные холдеры забирают эти биткоины и держат их дальше. Количество монет, которые они держат, достигло исторического пика. Кроме этого, если мы посмотрим на этот график, то мы увидим, что сложность майнинга тоже подскочила. Это значит, что в сети появилась новая майнинговая мощность. Это говорит нам о том, что нынешние продажи майнеров – это не капитуляция. Они продают по другим причинам. Возможно, как раз таки кто-то продавал биткоины ради финансирования этой новой майнинговой мощности. Но если смотреть на рынок в целом, то нужно понимать, что мы сейчас находимся в периоде, который называют «затищим перед бурей». Объясняю. Посмотри на макросреду, в которой мы оказались. Доллар падает. Буквально рушится. А мы знаем, что биткоин, техноакции и другие рисковые активы обычно имеют обратную корреляцию с индексом доллара. То есть, если доллар падает, рисковые активы растут. И в случае с технорынком сейчас это так и есть. NASDAQ растет. Dow Jones растет. S&P 500 очевиднейшим образом растет. Однако биткоин при этом находится в этом боковике. В этом коридоре. Корреляция обычно заключается в том, что когда DXY падает, биткоин растет. Это обратная корреляция. И сейчас мы ее пока что не наблюдаем. Это значит, что реакция биткоина на падение доллара – это всего лишь вопрос времени. Вот почему это «затишье» перед бурей. И многие об этом тоже думают. Биткоин не может долго оставаться безразличным к индексу доллара США. И это именно то, чего мы и ожидаем от биткоина в ближайшие несколько недель – реакции на падение доллара. А теперь я хочу поговорить о том, как биткоин стал политической силой. Да, это фактически политическая партия, которая принимает участие в выборах президента США. Кандидат Роберт Кеннеди-младший выступил с заявлением, что, во-первых, он уберет налогообложение биткоина, а во-вторых, он представит план обеспечения доллара США биткоином. Это вообще безумие. Нужно понимать, какие деньги там крутятся. И биткоин раньше жил без их поддержки. Без лобби в правительстве. Без политической поддержки. Без кандидатов в президенты, делающих такие заявления. Но это меняется прямо на наших глазах. С 2017 года мы практически ежедневно делаем обзоры на биткоин. Мы вместе с тобой смотрим, что происходит. И вот что происходит. Биткоин вырос от какого-то там актива в интернете до политической силы в Соединенных Штатах Америки. Мы много размышляли над тем, что будет входить в нашу предвыборную кампанию. Может пойти по пути Сингапура, Швейцарии, Германии, Португалии и Пуэрто-Рико. Моя администрация освободит конвертацию биткоина в доллары США от налога на прибыль. Но у этой политики есть и отрицательные стороны, которые мы тщательно рассмотрели. Но я могу сказать, что польза от этой политики настолько велика для нашей страны, что преимущества перевешивают недостатки этой политики. К преимуществам можно отнести содействие инновациям и инвестициям в них в США, обеспечение конфиденциальности граждан, стимулирование венчурных компаний, развитие криптобизнеса и создание новых рабочих мест в США, а не в Сингапуре, Швейцарии, Германии или Португалии. Друзья, ну это сильное заявление, согласитесь. Роберт также анонсировал план по обеспечению доллара США биткоином и золотом. Он по сути говорит, что биткоин это как валюта, и к нему надо относиться как к валюте. Это просто огромные новости для индустрии. Кандидат в президенты США фактически является биткоин-беком. И я думаю, что РФК-младший получит большую финансовую поддержку от криптовалюты и крипторынка, и это заставит других политиков понять, что они упускают большую возможность. Это же похоже на цепную реакцию. Это гипербиткоинизация. В 2018 году, когда мы переживали тот медвежий рынок, о таком мы даже и не мечтали. Да даже предположить боялись. Другой кандидат в президенты, губернатор Флориды, если не ошибаюсь, Рон де Сантис, заявил, что он запретит цифровую валюту Центрального банка в первый же день после возможной победы на выборах. Насколько вы обеспокоены тем, что в результате следующего экономического кризиса, с которым мы столкнемся, а все чувствуют, что он не за горами, власти запустят цифровую валюту Центрального банка? Если я стану президентом, в первый же день мы отменим выпуск ЦВЦБ. Его не будет в нашей стране. Теперь я хочу поделиться с тобой очень интересным инсайдом от того же Де Сантиса, который говорит о планах глобальной политической элиты не только в США. Они хотят избавиться от наличных денег, от криптовалюты. Они хотят, чтобы ЦВЦБ оставалось единственной законной платежной мерой. «ЦВЦБ – это огромная угроза для американской свободы», – говорит Рон де Сантис. Итак, для тех, кто не знает, что такое ЦВЦБ, вот что они хотят сделать, и это связано с Давосом, Всемирным экономическим форумом и остальными людьми. Политическая элита желает избавиться от наличных денег, чтобы не было криптовалют, и они хотят, чтобы ЦВЦБ стала единственной формой законного платежного средства. И они публично, не стесняясь, заявляли об этом на Давосе и в других местах. Это позволит им запретить вам нежелательные покупки, такие как, например, топливо и боеприпасы. И как только вы дадите им такую возможность, они навяжут всей стране систему социального кредита. ЦВЦБ представляет собой огромную угрозу американской свободе. И 20 января 2025 года она отправится на пепелище истории. Ripple опубликовал новый отчет «Криптотренды в бизнесе и в другом. 2023 год». Посмотри на это. Во всей глобальной платежной индустрии современные интерфейсы имеют приоритетное значение для растущего спроса на удобные цифровые банковские услуги. Соответственно, современным интерфейсом они называют Ripple XRP. Но базовая инфраструктура, которая используется для трансграничного перемещения денег, имеет возможности для улучшения. Потенциал блокчейной криптовалюты привлек внимание финансовых гигантов по всему миру. Ожидается, что к 2027 году стоимость рынка трансграничных платежей достигнет 250 триллионов долларов. А преимущества глобальных платежей с использованием криптовалюты уже всем очевидны. XRP, XLM и не только они, это криптовалюты, созданные как раз для трансграничных платежей. Рынок трансграничных платежей в 2027 году будет стоить 27 триллионов долларов. Теперь послушай Брэда. Мы начали строить RippleNet с тезиса о том, что криптовалютная ликвидность в конечном итоге сможет поддерживать надежные глобальные платежи, крупные платежи и трансграничные платежи. RippleNet была спроектирована таким образом, чтобы клиенты, увидев преимущество нашей сети на фиатной основе, могли переключиться на крипто ODL. Как только рынок будет достаточно защищен. Именно это и происходит сегодня. Также Ripple заявляет, что американские банки захотят использовать XRP после победы в битве SEC. Очень хорошие новости для Ripple XRP. А закончить я хочу вот этим твитом. Эллио пишет, это старые добрые времена, как в 2018, когда совершаются легендарные покупки. Это прекрасное время, везде тонна золотых возможностей. Он имеет в виду, что многие криптовалюты на этом медвежьем рынке потеряли до 95% стоимости. Посмотри, как обвалилась популярность запроса биткоина в Гугле. У меня от этого просто дух захватывает. Да, я от этого страдаю как контент-мейкер. Потому что интерес к криптовалюте меньше, а значит и просмотров тоже меньше. Но мне кажется, мало кто понимает, насколько мы близки к завершению этих медвежьих страданий, которые начались в ноябре 2021. Много аргументов даже приводить не буду. Достаточно посмотреть на реакцию на долгожданную победу Ripple. Ее не то что нет, она еще и обратная. Хайп на рынке от этого события отрицательный. Биткоин упал ниже 30 тысяч долларов. Кроме этого, популярность запроса биткоин в Гугл на исторических низах. Такие отметки еще в 2013 году были. Ну и наконец, как владелец ютуб-канала, я тоже могу отслеживать сентимент народа. Собственно говоря, зачем ходить вокруг да около? Посмотри на этот график. Вот просмотры на пике биткоина. Пожалуйста. 200 тысяч в день. Ну и соответственно, просмотры на медвежьем рынке в 10 раз меньше. Это показывает нам 10-кратное, 20-кратное падение интереса ко всему, что связано с криптовалютами. Точка, в которой интерес к криптовалюте минимален и исторически низок и является стартовой для диких параболических булранов. К сожалению, большинство людей и на нем не заработает, так как заходит только ближе к завершению булрана. А на дне даже не заинтересовано в крипте, но это же видно по просмотрам. 200 тысяч на пике, 20 тысяч на низе. Миллионы будут побритые. И только сотни станут миллионерами и даже миллиардерами. Сотни такие, как мы. Знаешь, когда вот этот график начнет расти? Когда люди начнут интересоваться биткоином. А когда это случится? Тогда, когда он вырастет выше 69 тысяч долларов. И покупать они начнут не сразу. Будут сначала сомневаться. Купят где-то выше 100 тысяч. И получат огромную коррекцию в подарок. Вот так они и потеряют все свои накопления. Потому что и вкладываться будут сразу по максимуму. Не нужно быть такими людьми. Это отличный график. Раскрываю тебе не менее отличный секрет. Когда этот график достигает пиков, продавай. И наоборот. Когда он обрушивается ниже некуда. Что ж, самое время начинать накапливать. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это много значит для меня и для моего канала. Ну а мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok